Добружская бумажная фабрика Один из немногих на территории Беларуси комплексов промышленной архитектуры 19-го – начала 20-го веков. Родоначальником бумажного производства в белорусских губерниях является князь Федор Паскевич. В 1870 году в местечке Добруж он построил пищебумажную фабрику, деятельность которой в скором времени превратила этот город в развитый промышленный центр. Добружская бумажная фабрика за почти полтора столетия снискала себе славу одного из крупных промышленных заводов, которым является и по сей день. При Федоре Паскевиче пищебумажная фабрика среди подобных предприятий России занимала первое место. В Европе она также была одной из крупнейшей. В те годы Добружская бумажная фабрика славилась высоким качеством продукции, потому могла размещать на ней государственный герб Российской империи. С 1894 года предприятие одним из первых в России перешло на 8-9-часовой рабочий день, а в советские годы каждый седьмой школьник СССР писал в тетрадях, выпущенных на Добружской фабрике. Этим высоким достижением предшествовали важные исторические этапы становления предприятия. Первоначально Федор Паскевич строил древесно-мастный завод. Затем его оборудовали бумагоделательной машиной. В 1872 году фабрика выпустила первую продукцию – сахарную, спичечную и оберточную бумагу. Через год – пищу и печатную. Тогда Добружское предприятие стало одним из ведущих пищебумажных производств России. В 1877 году Федор Паскевич решил акционировать фабрику. Товарищество фабрики стало первым в дореволюционной промышленности Беларуси акционерным предприятием. Примечательно, что по общей мощности Добружское производство не имело себе равных Беларуси вплоть до начала Первой мировой войны. В 1889 году здесь заработала первая в Беларуси электростанция. Были проведены электричество, телефон, телеграф. Почему Паскевичи решили построить бумажную фабрику здесь? Потому что окрестности Добруша обладали большим запасом древесины. То есть большие леса были. И немаловажно еще то, что именно река. Потому что для производства бумаги большое количество необходимой воды. Первая турбина установлена в Беларуси на производстве Добружской бумажной фабрики. Подавалось электричество уже не механическим способом, а уже с помощью гидротурбины. Часть электричества подавалась в ближайший посадок. И освещались и дома, и уличные освещения были. Продукция предприятия в конце 19 века была достаточно известна на российском рынке. В 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке Добружская фабрика удостоилась государственного герба. Высшего знака отличия присуждаемого торгово-промышленным предприятием Российской империи. В 1907 году пять бумажных машин производили 30 тонн бумаги в сутки. А в 1910 начали свою работу фабричное училище и ремесленные классы. Первая мировая и Великая Отечественная война нанесли значительный ущерб фабрике. Но производство восстановило свою деятельность. И в 1953 году уже был достигнут довоенный уровень выпуска бумаги. Освоено более 40 видов продукции. В 1970 году, когда фабрике исполнилось 100 лет, здесь выпускалось 67% союзного производства чертежной и 50% рисовальной бумаги. Но на данный момент, как и более сотни лет назад, престиж Добружской фабрики подтверждают трудовые династии. Работают династии и не одна династия. Одна из больших династий – это наша династия Дегтяревых. Я после школы сразу пришла на фабрику работать в цех товаров народного потребления. Начинала с рабочей, машинистом. То есть династия у нас большая. Больше полвека мы работаем. И панковые, полубояриновые на данный момент работают. На современном этапе продукция Добружской бумажной фабрики – это бумага различного ассортимента. Она пользуется стабильным спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Всего здесь выпускается около 90 видов товаров. Доля экспорта составляет 80%. Добружское производство модернизируется в соответствии с требованием времени. Так, в 2014 году здесь произведена модернизация бумагоделательной машины и налажен выпуск двухслойной обойной бумаги производительностью 100 тонн в сутки. На данный момент идет строительство производства по выпуску мелованного и немелованного картона мощностью 600 тонн в сутки. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok